Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами в эфире на канале «Радость моя». Я надеюсь, что это общение доставляет вам радость и духовную пользу. Мы получаем от вас письма, которые приходят на сайт «Закон Божий», и в них поднимаются очень интересные вопросы, и в том числе есть вопросы, которые касаются бесплотных сил. Рад Божий Ярослав спрашивает нас, «Неужели демоны абсолютно злые, и в них нет ни капли добра? Я читал, что главный грех бесов – гордыня, но Бог по своей великой любви мог бы их вернуть к себе. Есть ли для бесов шанс обратиться к добру? Видите ли Господь по своей беспредельной милости ни для кого не закрывает пути ко спасению? Любовь Божия безбрежна и безгранична, и выше человеческого разумения. Но Господь бесов, так же, как и людей, наградил свободной волей. А свободная воля – это особый дар, особый, который очень трудно нести, и людям трудно нести. А вот бесы, вот в силу, может быть, своей природы, она иная, чем человеческая, вот совершили какое-то страшное самоопределение во зле. Вот они свою свободную волю как бы на 180 градусов отвернули от Господа в противоположную сторону. И вот они продолжают укореняться в этом зле, вновь и вновь соблазняя людей, толкая их на страшные грехи ужасные, просто бывает вот как-то не укладывается в голове, как можно так поступать. Вот толкая людей на нечто страшное, нечеловеческое, они укореняются вновь и вновь, укореняются в этом страшном зле, отторжении от Бога, сознательного, озлобленного, бескомпромиссного и бесперспективного отторжения от Бога. Поэтому, хотя шанс у них и есть покаяться, но они им не хотят пользоваться. Поэтому вот бесы обречены, ну то есть сами себя обрекают на вечные мучения, потому что вечные мучения заключаются в том, что вот духовное существо, человек тоже духовное существо, и бесы духовное существо. вот духовное существо по своей злой воле решительно отвергает любовь Божию, помощь Божию, отвергает вот жизнь с Богом, и тем самым обрекает себя на вечный мрак и вечные тяжелейшие мучения. Может ли дьявол читать наши мысли, или он может только смущать и запугивать? Как избавляться от помыслов, если они уже проникли в голову, и я собеседовала с ними? Спрашивает раба Божия Анна. Да, враг нашего спасения только и может что смущать и запугивать, и может и толкать на грех, и может какие-то соблазнительные образы рисовать в нашем сознании, он может вносить грех как какую-то заразу в душу человека. Вот если человек болен, значит у него в крови какие-то микробы, там микроорганизмы, которые вызывают болезнь. А грех это вот только не микроорганизмы, а мысли. Они чуждые человеку. И очень многие переживают, что лезет какая-то дрянь в голову, которой даже сказать стыдно, и рад бы, чтобы ее не было, но она есть. Но значит, это не твои мысли. Голова твоя, сознание твое, а мысли нет, они же тебе не нужны. Как бы ты был, брат, если бы ты от них отделался. Но они есть. Значит, это некая духовная зараза, насильно внесенная в твое сознание лукавым духом. Который может проникать через какие-то таинственные духовные щели в наше сознание. И поэтому он как-то может какие-то мысли наши читать, он может какие-то наши поступки предугадывать, вот вычислять. Но надо помнить, что хотя он и могущественный, но далеко не всемогущий. Всемогущий только один Господь Бог. И перед бесконечностью Божией любая величина ничтожна. Что там ноль, все равно ноль. Что единица по сравнению с бесконечностью, все равно ноль. Что миллионы, миллиард, все равно ноль. Пусть луковые могущественные, но все его могущество – это ноль перед всемогуществом Божиим. И если вы собеседовали с какими-то помыслами, то набираетесь опыта. Вот они же какой-то, ну, достаточно ограниченный круг того, что возникает в вашей голове. Значит, вы уже представляете, что вот вновь может возникнуть в вашем сознании. Как только это вот появляется, сразу же молитесь. Не собеседуйте, не тратьте время. Не на собеседование, не на опровержение, не на еще на что-то. Не на ужасайте, ах, какая там, я плохая, раз я так думаю. А сразу кайтесь. Господи, прости и помилуй, избавь меня от этой духовной нечистоты, от всей души. И вы увидите, как бес перед всемогущей, вот перед всемогуществом Божиим, как он отступает. Пусть он снова будет нападать, но он отступает и будет отступать. И чем активней, горячей, постоянней вы молитесь, тем меньше он будет вас тревожить. В Библии сказано, что сатана, его ангелы, а также люди, пожелавшие остаться сатаной, навечно погибнут в озере Огненном. Получается, что непрощенные люди и бесы исчезнут навечно из памяти Божией. Или из памяти Божией ничего не может исчезнуть, потому что он Бог? Спрашивает раба Божия Юля. Очень хороший вопрос, богословский. Вот можно на него ответить так. Когда мы совершаем заупокойную службу, мы молитвенно обращаемся к Богу, сотворить усопшим нашим близким людям вечную память. Теперь спрашивается, вот у нас, у людей, может быть вечная память? Нет, не может. Даже если из поколения в поколение передается память об этом человеке, во-первых, она уже не такая, как у тех, кто знал его лично, а во-вторых, и мы, потомки, не вечные. На Земле нет ничего вечного. Следовательно, моля Господа о вечной памяти, мы просим, чтобы не изгладилась память об этом человеке в памяти Божией, чтобы он всегда милостивно презирал на этого человека. А тот, кто предстоит пред Богом, значит, мы надеемся, что он в Царстве Небесном. Вот видите, мы говорим о вечной памяти, чтобы люди, прожившие праведно и угодившие Богу своей жизнью, чтобы они всегда были с Богом. Сказать о том, что Господь забывает грешника, даже вверженного в преисподнюю, мы не можем, потому что Господь бесконечен, Он не может что-то забыть. Но вот здесь надо понимать в ином смысле, что если есть вечная память, которая касается людей, наследовавших спасение, то, значит, есть вечное забвение, вот не в том смысле, вот как человек что-то забыл, а в другом, таинственном, я не могу там точно сказать, что это такое, но вот есть забвение для тех, кто своей жизнью отрекался от Бога. Вот, значит, они находятся вот там, где вот они забвенны при лицом Божьем. Это совершенно ужасно. Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Надеюсь, что мы вновь встретимся в эфире. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на сайт Закон Божий. Мы постараемся на них ответить. Всего доброго. Господь с вами. Редактор субтитров А.Семкин